Тема 9. Глава 3. Массовое любительское искусство. Период 1945-1955 года. Люди возвращались к мирной жизни. Гармонь, баян, домра, балалайка, мандолин и гитара постоянно звучали в городских парках, на народных гуляниях, на демонстрациях и сельских посиделках. Все народные инструменты служили средством организации досуга миллионов людей. Руководство страны ставило задачу преодолеть разрыв между бытовой музыкой и музыкой академической. Это имело последствия как отрицательные, так и положительные. Запишем их по порядку. Первое. Регламентация композиторского творчества. Это привело к образованию узких, образных, интенсионно-стилистических норм. Второе. Исчезновение из концертной практики наиболее ярких образцов музыки 20 века. То есть современные произведения попадали под запрет. Третье. Усиление просветительства в массовом инструментальном музицировании. Поскольку общий уровень произведений стал более доступен для людей, естественно, что большее число людей стали понимать более простую и доступную музыку и стали исполнять ее. Четвертое. Организация любительских коллективов, хоров, духовых оркестров, оркестров русских народных инструментов. Например, в 1929 году в стране насчитывалось около 2000 оркестров русских народных инструментов. А уже в 1950 году их было 12266 оркестров народных инструментов. В это время происходит резкий рост тиражей инструктивно-методического материала. Так, в 1950 году издается школа игры на двухрядной гармонии хромке Тышкевича. Этот сборник выходит тиражом 80 тысяч экземпляров. В 1952 году выпускается самоучитель игры на баяне, автор Речменский. Тираж 200 тысяч экземпляров. И пересдается потом практически ежегодно. Для сравнения, ребята, для сравнения. Мы с вами учимся по книге Михаила Иосифовича Инфанитского. Инфанитского, простите. История исполнительства на русских народных инструментах. Вот она. Смотрите. Какой тираж? Две тысячи экземпляров. То есть на всю страну вот эта книга была издана тиражом 2000 экземпляров. Школа игры на гармонии хромки. 80 тысяч. Самоучитель игры на баяне 200 тысяч передает, переиздавался ежегодно. Вы понимаете, какие были объемы и масштабы? Продолжим. В 1954 и 1955 годах выпускается самоучитель игры на балалайке. Автор Лукавихин. Тираж 100 тысяч экземпляров. В 1950 году издается самоучитель игры на семиструнной гитаре. Автор Иванов. Тираж 100 тысяч. В 1952 году 90 тысяч и так далее. То есть по каждому народному инструменту сборники и печатаются в умопромочительных количествах. Почему? Потому что был спрос. Потому что людям это было нужно. Также выходили различные издания для домбры, мандолины, для различных оркестров и ансамблей. В конце 1940-х, в начале 50-х годов 20-го века, в рамках борьбы с космополитизмом, борьба с космополитизмом, народные инструменты стали разделять на национальные и иностранные. Ребята, кто такой космополит? Как вы думаете? Ну, здесь можете поставить на паузу и погуглить. А для тех, кому не терпится узнать, я скажу. Космополит человек над границами. Человек космоса. Человек аполитичный, который не привязывает к себе ни к какому государству. Человек мира. Такие люди часто имеют несколько граждан и считают себя человеком планеты, не привязанным ни к какому государству. И вот с таким взглядом на жизнь государство начинает бороться. И поэтому инструменты начинают разделять на национальные и иностранные. Все иностранное считается плохо, все национальное считается хорошо. И вот, к иностранным инструментам были причислены такие русские народные инструменты, как мандолина, шестиструнная гитара, аккордеон, концертина и ряд других. Исполнительство на них практически прекращается. В репертуаре происходит то же самое. В методических и нотных сборниках используются только образцы отечественной музыки. Произведения зарубежной классики и современных зарубежных авторов исчезают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова